МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Казахстан входит в десятку ведущих мировых экспортеров муки и пшеницы. Достойный вклад в этот показатель вносит наш регион. В Караганде отметили День работника сельского хозяйства. Необходимо масштабное внедрение цифрового формата оказания государственных услуг. Это сведет на нет коррупционные риски. Карагандинскую область посетил заместитель председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпикпаев. Голос, простирающийся от голливудских холмов до сарарки. Сержант Мусаин, исполнитель саундтреков к фильму о жизни Амреха Шаубаева, порадовал своих поклонников творческим вечером. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карагандинские аграрии неплохо завершают нынешний год. Урожайность зерновых составила 10 центнеров с гектара. Это при том, что летние дожди были редкими. Казахстан входит в десятку ведущих мировых экспортеров муки и пшеницы. Достойный вклад в этот показатель вносит Карагандинская область. Лучших фермеров наградили 16 ноября. В Театре имени Станиславского состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников сельского хозяйства. Несмотря на молодожливое лето, урожайность зерновых на полях Карагандинской области составила в среднем около 10 центнеров с гектара. Всего собрано порядка 710 тысяч тонн зерновых. Это отметил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов на торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику – Дню работника сельского хозяйства. «Уважаемые друзья, за всеми нашими, вашими достижениями стоит тяжелый труд, но именно он обеспечивает наших жителей, жителей других регионов, городских жителей качественным и безопасным продуктам питания. Как сказал президент, судьба земли – это судьба страны, и она находится в ваших трудолюбивых руках». Глава области отметил особую роль карагандинских животноводов. Сегодня достигнуты договоренности по поводу дополнительных субсидий. «В течение года многие из вас столкнулись с перебоями в субсидировании на развитие племенного животноводства. Хотел обрадовать сегодня вас, вот мы после долгих переговоров, мы сумели добиться дополнительного выделения из республиканского бюджета 1 миллиарда тенге. Это на субсидирование племенного животноводства, дополнение к 4 миллиардам, которые мы до этого года уже использовали. И до конца года мы выплатим субсидии на племенное животноводство на 100%. Я думаю, это впервые в области у нас. Также мы рассматриваем вопрос дополнительного выделения 400 миллионов тенге на субсидирование семеноводства». Традиционными в этот день стали награждения лучших карагандинских фермеров. Премией Акима области в номинации «Лучший инвестиционный вклад» удостоен предприниматель Георгий Прокоп. Он является наиболее опытным фермером. В свои 67 лет Георгий Георгиевич руководит сразу несколькими хозяйствами, которые занимаются выращиванием картофеля. «Мы получили очень много инвестиционных субсидий, потому что мы очень много вкладываем в развитие своего производства. Только в этом году за 10 месяцев вложено около полутора миллиардов тенге в развитие нашего хозяйства. Это более 957 миллионов – это приобретение новой техники. И мы построили новое картофельное хранилище на 8 тысяч тонн, которое тоже около 500 тысяч. Значит, ее СМР обошлось нам». Фермеры также отметили, что нынешние хорошие показатели обусловлены государственной поддержкой. В первую очередь это субсидии, благодаря которым многие фермеры смогли приобрести или взять в лизинг новую сельскохозяйственную технику. Глава Карагандинской области также посетил выставку достижения карагандинских аграриев и предприятий, перерабатывающей промышленности. В целом было отмечено, что нынешний год для сельского хозяйства региона выдался неплохим. Увеличено производство мяса, высажены новые сорта пшеницы и картофеля. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С официальным визитом Карагандинскую область посетил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпикпаев. Вместе с мониторинговой группой он посетил ряд районов и городов, ознакомился с работой учреждений, предоставляющих населению государственные услуги. Необходимо переходить на цифровой формат предоставления услуг. Во-первых, это сократит очереди в цонах. Во-вторых, поможет свести на нет коррупционные риски. Об этом в ходе визита в Карагандинский центр обслуживания населения говорил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпикпаев. Аким Караганды познакомил гостя с работой так называемой «Единой канцелярии», размещенной непосредственно в здании городского Акимата. Это только жилье. Только пожилем. Да, только пожилем. И они раздельно идут. И в принципе таких очередей нет. Они стабильно принимают ежедневно. Поэтому ажиотажа с той стороны как бы нет. Вот чтобы с центрального входа. С какого периода начали работать? С 10-го года вообще. С 10-го года, да. А с 13-го года уже активно полностью. Поэтому мы не с первых, когда начали в стране. Вот именно эту большую канцелярию. Олег Шпикпаев отметил, что подобные службы одного окна при Акиматах уже работают во многих городах страны. Сегодня необходимо определиться с единым названием и единым стилем. Стандарта, заданного Астаной, должны придерживаться даже районные цоны. Кроме того, необходимо активизировать работу на местах. И самое главное, максимально избегать контактов при оказании государственных услуг. Можно здесь, знаете, идеально сделать. Люди скажут спасибо, скажут. Пришел в одно место, все услуги тоже получил, какие возможности здесь есть. Самое главное, это курьеры, которые поднимают, чтобы контактов не было. Тоже надо продумать, что завтра разговоров не будет. Почему иногда отсекают эти вещи? Из-за того, что там контакт есть. Мы же говорим, что не должен быть человеческий фактор, чтобы кто-то с кем-то не договорился. Почему многие хотят прийти в госорган, они тоже посмотрят, если тоже интересно. Единая канцелярия при Акимате Караганды работает с 2010 года. Именно здесь карагандинцы становятся в различные социальные очереди. В частности, в очередь на получение жилья. Если касательно жилья, есть программа «Нурлужир» развития региона до 2020 года. Граждане имеют право, кто состоит на учете, участвует в программе и получает жилье по программе. Программа реализуется в трех направлениях. Первый мы даем через Жилструдербанк. Второй – это через казахстанские потенческие компании. И через Салмрук-Пазна. Соответственно, если завершается жилье, мы даем объявление средствам массовой информации. Кто узнал, увидел, они приходят, задают документы. После сдачи документов граждане получают жилье. Заместитель председателя агентства Алик Шпикбаев посетил все города и районы Карагандинского региона, где ознакомился с работой Центров обслуживания населения. Заключительным этапом визита стало заседание областной комиссии по вопросам противодействия коррупции под председательством Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый – Карагандинский. Специалисты противопожарной службы отмечают рост количества пожаров на автотранспорте. За 10 месяцев года в Карагандинской области зарегистрировано 216 пожаров. Основные причины – неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Последний случай произошел 15 ноября вечером. Автобус 107 маршрута сгорел полностью. Жертв и пострадавших нет. С силами службы пожаротушения, аварийно-спасательных работ пожар был ликвидирован в 19 часов 10 минут. В автобусе пассажиров не было. Находились в салоне только водитель и кондуктор. Пострадавших нет. По версии специалистов испытательной пожарной лаборатории, причиной пожара послужило короткое замыкание бортовой электросети. Автовладельцам рекомендуем содержать в исправном состоянии электросистему автомобиля, регулярно, своевременно проводить ремонтные работы, ну и также, конечно, иметь в салоне огнетушитель. К другим новостям. Третий слет молодых журналистов и блогеров прошел в Караганде. Будущим специалистам рассказали особенности профессии, подробно остановившись на правах, обязанностях и специфике работы журналиста. Региональный слет молодых журналистов в областном центре проводится уже в третий раз. И с каждым годом мероприятие получает все большую популярность. В прошлом году к начинающим акулам пера присоединились блогеры. Все это говорит о популярности так называемой народной журналистики. Медиасфера не только становится профессией, но и любимым делом для множества, для представителей молодежи и в целом для населения. Думаю, что сегодняшний слет будет слетом обмена бесценным опытом между профессиональными работниками СМИ и молодежью, слетом новых идей, новых возможностей и предложений. Потому что Караганда не только индустриальный, но и инновационный творческий центр страны. Опытные коллеги рассказали молодым журналистам о важности качественного вещания информации, общей ответственности и объективности освещения актуальных тем. О практической работе участникам слета рассказал главный редактор телеканала «Первый Карагандинский» Алмаз Мусабеков. Он отметил, что сегодня журналистская деятельность трансформируется. Средство массовой информации – это главное идеологическое оружие. В эпоху информационных войн важно, чтобы журналисты работали в интересах страны, в интересах народа. Главное качество журналиста – это быть всегда бдительным – 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Но, к сожалению, сегодня журналисты социально не защищены. Мы не имеем никаких льгот. Поэтому в этой работе задерживаются те, кто по-настоящему влюблен в журналистику. Среди хедлайнеров слета – медийные личности. К примеру, известный журналист и телеведущий Асхат Садербай. Он отметил, что такие встречи необходимо проводить как можно чаще. Это хорошая диалоговая площадка для молодежи, потому что мы здесь общаемся, мы здесь обсуждаем разные интересные темы, которые интересуют для нас. Социальные медиа, социальные сети, интернет-журналистика, мобильная журналистика, блогинг, блогеры. Эта тема на сегодняшний день очень актуальна. И я думаю, нам будет очень полезно общение с молодежью. В ходе слета участники обсудили эффективность взаимодействия средств массовой информации государства и общества. Речь также шла о тенденциях развития современных медиаканалов в Казахстане и мире. Одна из главных целей встречи – поддержка талантливых молодых журналистов и блогеров, обогащение казахскоязычного контента и обсуждение актуальных вопросов информационной работы. Слет стал интересен не только студентам-журналистам. С этой встречи я поняла, кто такой журналист или кто такой блогер. Блогер я хочу будущим стать журналистом, но мой специалист не журналист, но, может быть, буду журналистом, кто знает. Участники остались довольны и выразили свои пожелания, чтобы такие профессиональные слеты проводились чаще. По окончанию всем участникам были вручены специальные сертификаты. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Голос, просирающийся от голливудских холмов до сарарки. Сержант Кусаин, исполнитель саундтреков к фильму о жизни Амриха Шоубаева, порадовал своих поклонников творческим вечером. Во Дворце культуры горняков состоялся концерт именитого певца. На мероприятие собрались друзья, родственники и ценители его таланта. В октябре казахстанцев осчастливила новость о съемках фильма, посвященного творчеству легендарного самородка Амрия Кашоубаева. Честь исполнять песни знаменитого тенора досталась нашему земляку, лауреату премии фонда первого президента Сержану Мусаину. Недавно певец вернулся из Голливуда, где проходили съемки картины. Но в минувшую среду состоялся его творческий вечер. Во Дворце культуры горняков собрались родные, друзья, а также ценители творчества Сержана Тарановича. Когда я выступала в каркаролинском ансамбле «Салтанат», Сержан учился в шестом классе русской школы. Но, несмотря на это, он играл на дамбре и исполнял казахские народные песни. Это заслуга его отца. Мы знали, что он оправдает наши надежды, поэтому сегодня я рада присутствовать на его отчетном концерте. Сержан – гордость нашей страны. Я думаю, в будущем он сможет стать и актером, ведь его голос уже прозвучал в фильме про Амрия Кошаубаева. Среди огромной толпы поклонников именитого певца были и молодые дарования. Ученик школы искусств номер два Акжан Кали заявляет, он мечтает о славе Сержана Мусаина и уже делает первые шаги в творчестве. Я пришел на концерт сержаном Мусаина. Моя мама работает в филармонии, из-за этого я знаю этих знаменитых людей. Мне очень интересно смотреть на концерты, и я в будущем хочу стать музыкантом, как они. Мне нравится творчество. Мой инструмент, который я играю – дамбра. Дамбра – очень классный инструмент для меня. И в будущем я не брошу дамбру. Я обязательно хочу стать знаменитым дамбристом, как сержант Мусаин. Концерт больше напоминал красивую театральную постановку. Каждое выступление певца сопровождалось громкими аплодисментами публики. Напомним, что фильм про жизнь Амрия Кашаубаева выйдет в международный прокат в конце года. Знаменитые песни, такие как «Балхадиша», «Ждос и дударай» исполнит сержант Мусаин. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Седьмой республиканский конкурс исполнителей народных песен стартовал в Караганде. Мероприятие приурочено 113-й годовщине со дня рождения лауреата государственной премии Жасупека Елебекова. На конкурс съехались таланты со всех уголков страны. Конкурсанты исполняют песни под аккомпанементы «Дамбры», «Кобыза» и «Сырная». Возглавлял судейскую коллегию народный артист Кайрат Байбусынов. Открытие конкурса началось с показа художественного фильма, который повествует о жизни и творчестве Жасупека Елебекова, известного своей многогранной и талантливой деятельностью. Конкурс исполнителей народных песен проводится, начиная с 1994 года. Обладательница ордена Параса Томарбекова-Рымбала является тем человеком, кто неизменно вносит личный вклад в проведение данного мероприятия. В самом начале было много сомнений по поводу проведения этого конкурса. Мы не знали, стоит ли проводить его традиционно, но когда на самый первый конкурс съехались очень талантливые певцы, мы поняли, что его следует проводить как можно чаще. Сегодня мы собрались здесь, чтобы лицезреть седьмой республиканский конкурс исполнителей народных песен. Это не может не радовать сердца. Главная задача конкурса – отточить мастерство юных дарований и привить молодому поколению любовь к казахскому народному творчеству. Данное мероприятие играет особую роль в духовном воспитании молодежи. Как отмечает председатель жюри народный артист Кайрат Бойво-Сынов, Карагандинская область очень богата на таланты. Наша область всегда стояла на ступень впереди. Я осмелюсь сказать, что другим регионам не сравнится с нами, если дело касается народных песен. Мы отправляем наши кадры в Южно-Казахстанскую область, но результата пока не видим. Наша цель – привить людям всех регионов любви к народному творчеству. Карагандинская область является исторической местностью, в которой выросли таланты. Одним из них был Жусубек Елебеков. В этом году участие в конкурсе приняли 31 участник возрастной категории от 18 до 35 лет. Они исполнят казахские народные песни под аккомпанементы Дамбры, Кобыза и Сырная. Конкурс состоит из двух этапов. На каждом этапе участник должен исполнить три произведения, одним из которых непременно должно быть произведение Жусубека Елебекова. Талжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Рассказать историю казахского народа языком изобразительного искусства. Такую задачу осуществили ученики 92-й гимназии. В стенах учебного заведения открылась историко-культурная выставка под названием «Мы, дети, великой степи». Ученики среднего звена презентовали гостям более 20 композиций. Вот уже 20 лет в школе гимназии номер 92 работает этнографический музей. Здесь собраны композиции, сделанные руками самих учеников. Каждая из композиций описывает определенный период истории. Гимназисты отмечают, что роль этой выставки велика, ведь она воспитывает патриотизм в молодом поколении. Наша сегодняшняя выставка «Мы, дети, великой степи» посвящается третьей модернизации республики Казахстан. Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания. На выставке мы ознакомили наших гостей порядка 20 композициями. Мы рассказали о истории нашей казахской степи, о Казахстане. Наша главная цель – не дать исчезнуть языку, религии, обычаями, традициям. Наши экскурсоводы также внесли в этот этномузей свой вклад. В ходе мероприятия ученики, выступавшие в роли экскурсоводов, продемонстрировали свои знания истории Казахстана. Подготовка к выставке заняла два месяца. Примечательным является и то, что мероприятие проходило на трех языках. Под мелодичные народные песни выступления учеников ожили композиции, представленные на выставке. Зрители лицезрели целую театральную постановку, в которой чувствовалась гармония. Во многом это является заслугой руководителя музея. Музей «Колыбель» знаний в школе. Именно здесь берет начало духовное воспитание молодого поколения. Эта задача была обозначена в статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Каждый казахстанец должен внести свою лепту в выполнение данной задачи. Наши ученики обязаны передать воспитание и знания, полученные в школе, следующему поколению. Труд учителей и учеников 92-й школы высоко оценила ЮНЕСКО, удостоив их почетной грамоты. Неоднократно были опубликованы статьи о музее в международных журналах. Ученики среднего звена успели презентовать свои работы родителям и учителям школы. Завтра музей вновь распахнет свои двери для учеников старших классов. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Блэмстер. Редактор субтитров А.Семкин